Малдер Анжелина Анжелина нету высокая трава какая-то хрень Выходи! Покажись наконец! Я был готов на всё ради тебя! Почему ты просто не сказала мне правду? О! Нет! Анжелина! Анжелина 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Странно, аж губы высохли все... Не один месяц должен пройти, чтобы до такого состояния труп разложился. Продолжение следует... Там свет... Там варит кто-то, блин, сваркой. В маяхе. Где я? Как-то... Странно. Не говори-ка. Над гробью... Дерево... А что еще тут? Вход. Подожди, вход рано. Дерево. Мама... Дерен... Это ты, Дерен... Мама... Что? Но ведь ты... У меня больше нет сына. Но... Я... Там мамка на дереве сидела. Что это было? Я видел призрака. Я не знаю. А что за надгробие-то чье? Здесь написано... Фуллер. Почему здесь могила Фуллера? Тряпка! Я тебе прикончу! Это мы еще посмотрим. Здесь-то черепа, он валяется. Вот раз. Не может быть! Вот тут череп. Вон тут череп. Над входом. Ну, хрен его знает. Давайте сюда заходить. А-а-а! Это Борис был? О, приснится же такое. Что это? Эй! Приснился кошмар? Ш-ш-ш-то? Ты кто? Меня зовут Ральф. А меня Дэрен. Где мы? Это Старая Академия? Ага. Мы с мистером Баби здесь живем. Тут Ральф, оказывается, живет из психушки. Сосед сына Вильяма. А чем вы здесь занимаетесь? С мистером Баби? А мы тут живем. Это ты уже говорил. Но вам что, совсем негде жить? Нет. Злого дома, в котором мы раньше жили, больше нет. Да мы и не хотели больше там оставаться. Скажи, наверное, ты раньше жил в санатории сэра Роберта. И мистер Баби тоже. Он меня защищает и подсказывает, что делать. Здорово, что у тебя есть такой друг. И мистер Баби тоже всегда так говорит. А вы видели пожар на маяке? Да. Люблю огонь. Этот тебе не понравился бы. Анжелина приходила. Она появилась, а потом... Потом исчезла, а потом вернулась и опять пропала. А потом пришел кто-то белый мастер. А потом случился пожар. Ты знаешь Анжелину? Да. Она часто сюда приезжала. Значит, появилась Анжелина, потом человек в маске, а потом начался пожар. Ага. Сначала мы спрятались. Потому что была гроза, и нельзя было попадаться на глаза злодею. А потом разгорелся такой красивый огонь. И мы на него смотрели. Мне нравится огонь. Ясно. А потом? Потом огонь погас. Его дождик затушил. Потом пришел ты. Ты что-то громко кричал, но я не понял. Потом ты упал и не шевелился. И мистер Баби сказал мне, чтобы я перетащил тебя в сухое место. Передай мистеру Баби большое спасибо. Это он хорошо придумал. Мистер Баби говорит, не за что. У нас тут редко бывают гости. А что было потом? Потом пришли полицейские. Мы их не любим. Они хотели нас отсюда увезти. И потом приехала красивая черная машина. Совсем не похоже, но полицейские автомобили и машина из деревни. Автомобиль был старый, но очень красивый и блестящий. только он быстро уехал. А ты не видел, кто был за рулем? Нет. Слушайте, если это правда труп Анджелины, какой-то пожар тут случился, отсутствие губ у нее, у трупа, можно ассоциировать только с пожаром, что она сгорела, обгорела. Кажется, это опасно. Бывает, камни падают, если случается гроза или если дует сильный ветер. Мы от непогоды всегда прячемся. Мистер Баби боится грома. А где здесь можно надежно спрятаться? Может быть, есть какие-нибудь потайные комнаты или проходы? Мы всегда прячемся здесь, у себя дома. Тут мы в полной безопасности. Понимаю. Ты сказал, Анжелина часто приезжала сюда? Да. А когда она появилась в первый раз? Я не знаю. Ну, примерно. Как думаешь? Может, сто лет назад? А что она здесь делала? Она все очень внимательно разглядывала. А потом нашла наш домик. Анжелина сказала, что ищет одну вещь. Дверь, которая ведет под землю. А вчера, когда она появилась, а потом вдруг исчезла, где она была? Не знаю. Мистер Баби хотел для нее принарядиться и не увидел ее. Мистер Баби хотел принарядиться для Анжелины? Да. Мне кажется, он немножко в нее влюблен. Только стесняться ей признаться. Теперь уже поздно. Может, он поговорит с ней, когда Анжелина опять придет в гости? Как думаешь, она скоро приедет к нам? Я... Я не знаю, Ральф. Извини. А ты знаешь замок Блэк Миро? Никогда там не был. Мне кажется, там живут злые люди. Сар Роберт там жил. А он был очень злой. Да, это правда. Наш друг Сэмюэль знал замок. Сэмюэль Гордон. Он нам с мистером Баби помог. Мне он нравился. Но потом, когда злой дом сэра Роберта закрыли, нам сказали, что Сэмюэль тоже был плохим. Я вот о ней верю. Иногда делаешь плохие вещи, но не со зла. Злые голоса заставляют делать плохое. Так говорит мистер Баби. Ну, Ральф, мне пора. Пока. Подожди, как маяку. Ну-ка, мы выйдем. Ну, это он туда ходит. Вон она, сгоревшая академия. А в маяк-то я не могу, что ли, применять? Щель. Обгорелая трава. Она до сих пор у меня перед глазами. Обугленное тело, так неестественно выгнутое. Ужасно. Эту картину я никогда не забуду. Огонь пока не сильно распространился. Еще до начала дождя трава была влажной. Эти звери облили ее бензином и подожгли. Надеюсь, она ничего не почувствовала. Если только они попадутся мне, я отомщу за Анжелину. Я отомщу и за себя. У меня отняли близких, которые были для меня всем. Ветер и дождь внесут и смоют пепел. Трава вырастет снова, и через месяц ничто здесь не будет напоминать о случившемся. Но Анжелину не забудут. Об этом я позабочусь. Музыка ветра. Кажется, она висит здесь уже десятки лет. Какая жуть. Ну, нож торчит. И какая-то щель вот здесь есть. Ну-ка посмотрим, что за нож. в деревянной балке торчит нож. Кажется, кто-то вырезал по дереву. Кто-то не очень способный, но очень терпеливый. Нож возьмем. А тут что такое? Что там спрятано между камнями? Шахматная фигура. Король. Интересно, кто спрятал там фигурку? Она явно лежит между камнями недавно. На вид фигура как новая и совсем не тронута непогодой. Кот заебал, блядь, на подоконнике сидит с цветком играет. Так, фигурка шахматная король. А я внутрь-то не могу маяка пройти. Каменная шахматная фигура. Король. Даже каменная. Нож не особенно новый и не слишком острый. Для резьбы по дереву точно не годится, а вот перерезать им что-нибудь можно. Давайте тогда к академии еще. О, записка. Ничего я даже не заметил ее. Маленькая грязная записка. Тут написано король на севере, пешка на юге, ферзь ой, дальше не могу разобрать и конь на е. это какая-то подсказка, что-то должно открыться. Но где? Непонятно. Мы, кстати, в Крик можем вернуться. Ну-ка, погнали в академию. Посмотрим, что здесь. Так, убежище. Ральфа. Не сказай, чтобы здесь было уютно. С другой стороны, здесь Ральфу лучше, чем в санатории. Боюсь представить себе, что этот маньяк Роберт творил с несчастными пациентами. Уютный дом обычно представляют иначе. Конечно, стальные листы защищают от дождя, но зато внутри должно быть очень холодно. Особенно зимой. Бедняга. А что он жрет-то здесь? Каменная голова. Жуткого вида каменная голова. Похоже, изображает какого-то тролля. Кажется, эта штука вообще лишена практического применения. Разве что запугивать посетителей. Возвышение какое-то тут тоже. Видимо, раньше здесь был большой холл. может быть, с круговым коридором. Вот тут остатки второго этажа. Кажется, это бузина. Хотя я не уверен. Ветки прямые и длинные, характерные для этого вида кустарника. Когда кустарник в полном соку, такие ветки сложно сломать. У них толстая, гибкая кора и волокнистая древесина. такие ветки так просто не ломаются. Когда кустарник в полном соку, у них толстый. Подожди-ка, а может, ветку нам надо срезать? Отрежу одну веточку. Угу. Только вот для чего она? Шахматную фигурку вырезать? Слушайте, я могу, судя по всему, наверх, что ли, подняться? А где у нас Ральф-то может поговорить? Лучше подойду к Ральфу, когда будет о чем спросить. Честно говоря, он меня немного пугает. Ну, правильно пугает. Псих, блядь, из психбольницы сбежал. Лестница. Наверху лестница в никуда. Когда-то давно она обрушилась. А я могу как-то к руинам вон пройти? Там что-то то ли дверь, то ли чего или непонятно. А как я к ней пройду-то? А! Ха-ха-ха! Ворон вылетел из трещины. Наверное, за ней пустое пространство. Каменный постамент ворота. Эти ворота посмотрим сначала. массивная каменная плита. Похоже, на ней может скрываться помещение. Но как же мне сдвинуть эту плиту? Она весит несколько тонн. Массивная но как же каменная Ну, давайте посмотрим вот этот постамент с шахматами. У меня только одна шахмата. Массивный каменный постамент. А-а-а-а! Тут четыре углубления, а между ними можно рассмотреть остатки черной и белой краски, как на шахматной доске. Вон камень. Стоп, стоп, стоп. Отверстие, отверстие, отверстие. Если это подобие шахматной доски, то фигур явно не хватает. А что за камни? Камни какие-то странные. Сомневаюсь, что они случайно так упали. Больше похоже, что их кто-то сложил специально. там, еще одна фигурка. Тут шахматная фигура. Пешка. Ну, мне надо еще как минимум две, блин. Может, вырезать из ветки? Я такое видел по телевизору. Если постучать покореть твердым предметом, например, ножом, то кора отслоится от древесины. А потом ветку можно будет вытащить из коры. Теперь нужно сделать в коре прорезь, вставить древесину внутрь на небольшую глубину, и вот готова дудочка. Дудочка. Тебе нахрена дудочка? А, может быть, может быть, Ральфу ее дать? Простая дудочка. Передвигая деревянную заглушку, можно менять высоту звука. Дудочка она тут блядь делает. Погнали-ка к руинам. Спросим у Ральфа, что это за дверь такая? А я думал, здесь прохода-то нету, думал, тут кусты и пройти нельзя, нет. Оказывается, можно. Ральф, привет. Привет, Дэрон. Недавно я тут видел одного ворона. Мы его не любим. Вечно каркает, машет крыльями, крадет вещи. Ворон крадет вещи? Да. Он стащил у нас крышечку от банки. Ему нравятся блестящие штучки. Мне тоже. Это была наша крышечка. А ты ничего не знаешь про шахматные фигуры? Они кажется спрятаны где-то неподалеку. А что такое шахматные фигуры? Фигурки королей, башен и коней. Обычно они маленькие, делают их из дерева. Но те, что я ищу, побольше и из камня. Мистер Баби недавно нашел такую фигуру. Лошадь такая красивая. Отлично. А ты не одолжишь мне ее? Ну это лошадь мистера Баби. А мистер Баби не согласится ее одолжить? Мистер Баби играет с лошадкой. Если ты ее заберешь, во что ему играть? Понимаю. А если я принесу ему другую игрушку, во что он любит играть? Он любит лошадей. А еще? Мистер Баби любит музыку. Может, ты принесешь ему что-нибудь, на чем можно играть музыку? Например, пианино? Боюсь, с этим будут проблемы. Эй, Ральф, смотри, что я принес. Мистер Ого! Даже лучше, чем пианино. И намного удобнее. Давай, я тебе оставлю дудочку, а взамен ненадолго возьму лошадку. Ладно. Ну, по крайней мере, знаем, где еще одна фигурка. Ее пизданула ворона. А как нам узнать, где она ее спрятала? Ну, наверное, я не могу точно сказать. Ворона крышку украла, а еще я так думаю, украла и фигурку. У нас так, так, три фигурки. Где же четвертую-то взять? А, трава. ой, а это что? Это ёпты. Тут маленькая каменная фигурка. Похоже на шахматную фигуру. Это ферзь. Ммм, четыре фигурки мы нашли. Я думал, все будет сложнее. не, я что-то случайно эту траву обнаружил. Итак, что в записке? Текст записки частично размазан, но разобрать удалось. Король на севере, пешка на юге, ферзь, пешка на юге. Дальше не могу разобрать. И конь на... мг... е. Король на севере, пешка на юге. Так, король на севере. Я слышал легкий щелчок. Пешка на юге. Я слышал легкий щелчок. Ну, ферзь либо на западе, либо на востоке. Ферзь. Давайте на восток. Ой, в смысле, на запад, блядь. Я слышал легкий щелчок. А лошадь на восток тогда. Я слышал легкий щелчок. Ну, логично, наверное, лошадей же больше на востоке любят, чем на западе. Ворота. Ну, погнали. Опять эта летучая тварь. У него личный доступ к этому помещению. Дыра. Тут у ворона свой личный вход. В круге большая дыра. Видимо, конструкция не выдержала непогоды. А вот тут какой-то провал прям. Керосиновая лампа, рюкзак. Тут кто-то был. Кто-то забыл свои вещички. Кажется, ворон копался в рюкзаке. Наверное, искал что-нибудь съедобное или какую-нибудь блестящую штуку. Хм, одежда. Может быть, она принадлежала Анжелине. А здесь маленькая книжечка. Неужели? Дневник Анжелины. А здесь в книгу вложена записка. Но все по порядку. Что она записала на последних страницах? Вторник. Я нашла его. Он назвался именем Дэрен Майклс. Вернее, так назвали его они, если я не ошибаюсь. Очень милый мальчик. Мне кажется, он совсем ничего не знает. Я хотела поговорить с миссис Майклс, но на мои звонки никто не ответил. Похоже, меня преследуют. Еще до отъезда у меня было чувство, будто кто-то наблюдает за мной. Что этому типу нужно? Вечером с миссис Майклс произошел несчастный случай. Она в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. Неужели она упала, когда звонила я? Боже, чувствую себя ужасно виноватой. Среда меня арестовали за убийство почти незнакомого человека. Меня заманили в ловушку. Неизвестный позвонил и сообщил, что у него есть информация о Деррене. У магазина я обнаружила труп. Тут-то меня и взяли. Мне кажется, за этим стоит мой таинственный преследователь. Или это просто моя паранойя? Кто хочет похоронить эту историю? Днем Деррен так заботится обо мне. Он такой отзывчивый. Кажется, он одинок. Мне Деррен очень понравился. Неважно, тот ли он, за кого я его принимаю, в любом случае я обрела друга. Или даже больше. Позже. Реджинальд Борис. Так зовут моего преследователя. Теперь нет никаких сомнений. Он здесь, чтобы помешать моим поискам, задержать меня. На кого он работает? Вечером. Это он. Теперь я уверена. На наше первое свидание он принес деревянную шкатулку. Внутри оказалась фотография его матери и слуги Бейтса. Они стояли у ворот замка Блэк Миррор. Я сразу узнала это место. Я уверена, что он один из Гордонов. У его матери был Роман, а после пожара она уехала в США. Но я не решалась сказать об этом Деррену. Его мама в больнице, сейчас у него достаточно проблем. К тому же нужно выяснить, мой противник. Вдруг, отправившись в Уиллоу-Крик вместе с Дерреном, я подвергну его опасности. Этого я себе не простила бы. Я поеду одна и выясню, кто его враги. А Деррену расскажу обо обо всем позже. Как я и подозревал. Анжелина все это время знала гораздо больше, чем говорила. И она рисковала осознанно, чтобы защитить меня. Все сходится. Переводы из Уиллоу-Крик. Мой отец, которого я не видел даже на фотографиях и которого совершенно не помню. Не было никакой автокатастрофы. Был пожар в замке, при котором пострадала моя мать. Ее выслали в США и платили пособие или плату за молчание, кто знает. Вот только я никак не пойму, в чем все-таки дело. Чего добивалась Анжелина и что предотвращал орден. И самое главное, как с этим связан я. Старомодная керосиновая лампа. В свете ее дрожащего пламени это место должно выглядеть еще мрачнее. Лучше оставлю на месте. Каменный постамент. На каждой стороне находится углубление. Понятия не имею, для чего они. Каменный постамент. спрят она спряталась в этих развалинах, захватив керосиновую лампу и свои документы. Она была очень смелой или сумасшедшей. Значит она спрят она была очень смелой. Спальный мешок. Ну кот, ну че ты пришел? Подожди маленькая. Сейчас с тобой поиграем. Так, ну понятно было, что он Гордон. Только от кого? я так понимаю это сын Сэма когда-то там мутил с матерью Дэррена втихаря. Она была, мать Дэррена была служанкой. И замутилась целым родился Дэррен. Хефт, ты чай я дружище. Не отстаешь от меня. Ах! Ворота не поддаются Я не вижу ни дверной ручки ни замочной скважины. Не, не, подожди это что-то. Ворота не поддаются Я не вижу ни дверной ручки ни замочной скважины. Ммм, ни дверной ручки ни замочной скважины. А где же Не, ну понятно дверь открывается с помощью вот этого механизма. А как его открыть? Спальный мешок. Значит она спряталась. Она была очень смирна. Блин, а что спальный мешок-то? А что с ним делать-то? Кот, сбиваешь меня тут в смысле? Может вы разрезаете? Нет? Или да? Нет. Что у нас есть? Что у нас имеется? Ну, Морзик, иди. Сейчас подожди пять минут. Иди, иди. Так. Ммм. Ну, отмычка точно нет. стырный какой, а? Лампа. Может в рюкзаке то еще что есть? Больше ничего нет. Я все вытащил. Больше ничего нет. Кажется, ворон копался в рюкзаке. Наверное, искал что-нибудь здесь. А разрезать рюкзак? Нет, тоже нет. Ну-ка еще раз постамент посмотрим. Каменный постамент. На каждой стороне находится углубление. Понятия имеют для чего они имеют. У меня кстати такое ощущение, что там не тело Анжелина было. Знаете чье? Мисс Уэлли. Но не будем забегать вперед. Так, нам надо выйти. Четыре углубления значится есть в этом постаменте. А коня-то надо забрать? Правильно расставив фигуры, я открыл ворота. Оставлю все на месте. Когда мистер Бабби наиграется с дудочкой и захочет лошадку, пускай забирает. Лучше подойду к Ральфу, когда будет о чем спросить. Честно говоря, он меня немного пугает. Это понятно. Я что-то честно сказать тоже не знаю что делать к маяку. Может быть сходите в Уиллоу Крик? А что нам там делать? Я не знаю. Карта окрестностей Уиллоу Крик. Здесь отмечено, где 12 лет назад произошли убийства. Сначала нужно выяснить, что Анжелина искала в руинах. Нет, я не могу выйти. Значит, весь замут там будет происходить. Ладно, что? Кот тут не отстает от меня срочно требует игры. Ну, не могу отказать. Значит, надо заканчивать серию, продолжим в следующий раз. С вами был Молдер, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова